Более пяти тысяч человек пришли в зал Тони Гарнье на открытие ежегодного кинофестиваля имени братьев Рюмьер. Изобретатели-синематографы жили и работали в Лионе. Не случайно для открытия программы выбрали фильм «Невинный Луи Горелли», снятый как раз в этом городе. Режиссер, раньше более известный как актер, исполнил в своем фильме одну из главных ролей. По его словам, комедия в значительной степени автобиографическая. Фильм получил положительные отзывы в Каннах. Я много думал об итальянском кино, можно вспомнить и о романтической комедии, и о французских фильмах, о 50-х годах, даже о Говарде Хоуксе. Фильмы всегда в диалоге друг с другом, поэтому просмотр фильма – это также и путешествие, как ни странно, к фильмам из прошлого. Чествование фильмов вчерашнего дня – это и чествование завтрашнего кино. Ведь так радостно встречаться снова и отмечать праздник кино с размахом. Я очень рад приехать сюда, потому что это историческое место, месторождение кинематографа. Я очень рад принять участие и оказаться в числе почетных гостей фестиваля. Когда я увидел программу, я был в восторге. Тут и Билли Уайлдер, и Сидни Люмет, и Луи Маль, и фильмы Жанны Моро. Это просто рай для синеманов. В течение недели в рамках фестиваля запланировано почти 500 показов лент из самых разных стран мира. Главный гость в этом году – американский режиссер Тим Бёртон. Мрачному сказочнику Голливуда будет вручена премия за выдающиеся заслуги в кинематографе. Главный гость в этом году – я думаю, что вы должны приходить домой с вами.